В новой амбулатории есть все условия для оказания помощи местным жителям. Здесь предусмотрены восемь кабинетов, в том числе педиатра, терапевта, кабинет заведующего, включены услуги и стоматолога. К строительству амбулатории приступили в прошлом году. Здание строилось с учётом пожеланий медперсонала. Вновь назначенный глава Ленингорского района Владимир Гульев пожелал врачам плодотворной работы в стенах новой амбулатории и отметил, что открытие таких объектов во многом скажется на качестве оказываемой медицинской помощи. В новом медучреждении жители будут получать амбулаторное лечение. При необходимости же они будут направляться в Ленингорскую или Цхневальскую больницы. Также остро стоит вопрос кадрового обеспечения. И эту проблему нужно решить в кратчайшие сроки. Кадровые у нас, конечно, большие сложности. У нас в районе не хватает кадров узких специалистов. И здесь нет у нас терапевтов, хирургов. Мы вместе с заведующим обсудим, как и кабинеты будем. Улучшим качество приёма, работы. Открытие современного медицинского учреждения с нетерпением ждал весь медперсонал. Пока что они обслуживают жители в старом здании. Но к началу следующего месяца амбулатория будет оснащена всем необходимым инвентарём. И здесь примут первых пациентов. Мы перейдём со старого здания в новое. Выражаем огромную благодарность руководству нашей республики по главе президента Бибиловым Анатолием Ничьим. Очень долго мы ждали этого. И вот свершилось. В новой амбулатории у жителей Тинокарской зоны будет возможность следить за своим здоровьем без выездов в посёлок Ленингор или же в Цхинвал. В прошлом году амбулатории передали новую машину скорой помощи. Благоустроена и вся дворовая территория.